Ходите, раздевайтесь, мы вот здесь расположимся, будем вас ждать. Мы решились на кофе. А какой? Капучино есть? Конечно. У меня латте, если можно. Чего хотелось бы начать наше интервью. Вопрос такой. Вот до того, как вы узнали о своем диагнозе, слышали ли вы когда-нибудь о ВИЧ? О ВИЧ-инфицированных. Да, что это такое? Сталкивались ли с этим в жизни до этого? В жизни нет. Слышать, конечно, слышала. У нас в школе в свое время проводились профилактические какие-то беседы. И вообще просто я ребенок 80-х, 90-х. В 90-е это все было ВИЧ-спит, чума 20-го века, ВИЧ-спит, вот это вот все. Это никак не касалось моей жизни, ни через друзей, ни через близких, ни через родных, ни по работе вообще никак не касалось. Расскажите вашу историю, когда вы заболели и когда об этом узнали, как это было? Узнала в 16-м году, в декабре 16-го года. Заразилась банально половым путем. Встречалась с молодым человеком. Мы встречались уже немало по времени. Знакомы были давно. Ну и в процессе, как говорится, скажем так, рискованное поведение сейчас это называется, когда люди не предохраняются. То есть были случаи, когда неохота было ночью куда-то резко срываться в аптеку. Несмотря на то, что все взрослые люди все-все понимают, но так как мы были знакомы давно, как бы справок я не требовала. И вот эти мои 50% ответственности, точнее в данном случае без ответственности, сыграли в минус. Он не знал, что у него ВИЧ. Я справку не потребовала. Таким макаром я и зародилась. Какие были первые мысли в голове? Что думали на тот момент? Первая мысль была, ну все. Вот на этом все. Ну то есть все, жизнь закончилась. Все не успела, не сделала, не заработала. Там семья не сложилась, ребенка не родила. Что будет с мамой, что будет с бабушкой. Времени осталось мало, жизнь закончилась, ничего дальше не будет. После трех дней истерики я села читать информацию в интернете. Несмотря на то, что ее там много противоречило, я нашла нужную информацию, перечитала про ВИЧ все, что нашла. И срок мой расширился, то есть был один год. Я расширила его до пяти лет. В голове у себя? Да, в голове. Я думаю, так, ну я, наверное, даже успею ребенка родить. Потом думаю, а с кем я его оставлю? Договорилась с лучшей подругой, если через пять лет меня не станет, ребенок будет маленький, ты смотри, будешь эпокином. Сейчас какое-то лечение вы проходите, терапию? Мешает ли это жить? Конечно, конечно. Ведь инфицированным людям вообще нельзя без терапии. Мы пьем ее каждый день. Как поменялась вообще с тех пор жизнь? Что в ней появилось? Чего не стало, в том числе и личная жизнь. Сложно ли сейчас какие-то взаимоотношения начать с человеком, найти партнера вообще? Выработался крайний философский взгляд на жизнь, потому что близость смерти, на тот момент, первую неделю, мне казалось, что вот она, смерть рядом, она крайне прочищает мозги. Ушли из общения люди, с которыми общение было какое-то токсичное. Ну, то есть я стала позволять себе не общаться с теми людьми, которые мне не нравятся, с которыми мне неинтересны, или которые не дают какого-то взаимного обмена. Чаще стала говорить нет на навязанные извне желания, просьбы и все прочее. То есть отошла вся шелуха на задний план. Если брать личную жизнь, например, с тем молодым человеком мы в итоге все-таки расстались. Эмоционально тяжело было все это переживать, и не сложились отношения. Личная жизнь, потом, в дальнейшем были отношения, были отношения с отрицательным, кстати говоря, партнером. Да, я озвучила ему свой статус. Испугался? Нет, задумался. Потом, ну, как бы, ну, ладно. Ну, а что? Я уже на тот момент просто достаточно много знала про ВИЧ и знала, может быть, как рассказать. Доступно объяснить, наверное, да, что в чем-то? Ну, да. Ну, ВИЧ и ВИЧ. Ну, а что теперь? Вот. Но отношения не сложились не поэтому. В данный момент, как бы, с отношениями все непросто. Есть человек, но я пока к нему присматриваюсь. Как в Челябинске-то относятся к этому? Терпимо или... По-разному, так же, как и везде. Многие люди просто не принимают ВИЧ-инфицирован. Они думают, что если у человека ВИЧ, то все, поставим клеймо на лбу. Он либо наркоман, либо проститутка, либо гей. Что у нас там еще из самых распространенных? А то, что хватает людей, которые заражаются половым путем, людей, которые заражаются в отношениях. И сейчас вообще основной путь передачи идет половой. По статистике 60-65% это половой путь, а вовсе не наркотики, не проституция и не гомосексуализм. Вы открыто говорите о своем статусе, да, вот уже не скрывая два года, что вы болеете ВИЧ. Почему стали это делать? Ведь многие не афишируют, не хотят... Очень сложно брать. Очень сложно постоянно помнить, про что я говорила. Кому говорить, кому не говорить. И кроме всего прочего, я крайне не люблю, когда мне навязывают чужое мнение. То есть сама идея о том, что кто-то будет мне навязывать, как я должна себя ощущать, что и кому говорить, что скрывать и что не скрывать, вызывает у меня дикое отторжение. Я ненавижу, когда на меня давят. Ну, ВИЧ у меня появился, и что у меня там, не знаю, третья нога выросла, или там рога на голове. Ну, а косые взгляды все-таки есть? Вот они ловятся на себе, когда люди вокруг знают? Нет. Нет? Ну, я, может, не замечаю просто. Может, у меня просто фильтр стоит. Достаточно ли информации сейчас у нас в Челябинске? Достаточно ли вот такой социальной рекламы, продвижения где-то в сетях, на улицах? Так, все ли информированы о том, что такое ВИЧ-инфекция? Я считаю, что недостаточно, потому что чаще всего про тему ВИЧ вспоминают к праздникам, ну, условно к праздникам, то есть 1 декабря день борьбы со СПИДом, и в мае день памяти погибшим от СПИДа. Про ВИЧ нужно говорить каждый день, потому что у нас эпидемия, она не два раза в год появляется, она каждый день. А все-таки о планах на будущее планируете ли еще семью, детей? Конечно, да. Ну, я такая взрослая тетенька, мне 38 лет, мне как бы уже скоро там где-то будет пора заводить семью, детей. Ну, вот посмотрим, что из текущего состояния выйдет. В большинстве, сколько у нас, 98-99% ВИЧ-положительных матерей, которые находятся на лечении, рожают здоровых детей. Поэтому я не вижу эту проблему. Мы желаем вам удачи, чтобы все сложилось по намеченным планам. Спасибо вам большое, что согласились на этот открытый разговор. Очень вам благодарны.